Привет друзья! Строительная и сельскохозяйственная отрасли в последние годы развиваются с невероятной скоростью и динамичностью. Каждый год на рынок выходит огромное количество невероятных машин, призванных облегчить человеческий труд, а то и вовсе заменить человека на таких опасных и ответственных производствах. Именно о такой специальной технике и пойдет речь в этой подборке. Поэтому усаживайтесь поудобнее и поехали! Apollo Gen 2 Это последнее поколение комбайнов для отлова птицы Apollo, производства итальянской компании CMC Industries, для сбора и погрузки птицы без контакта с человеком. Комбайн передвигается на резиновых гусеницах, что гарантирует отличную маневренность и проходимость на любой подстилке. Скорость работы комбайна составляет от 8 до 12 тысяч птиц в час, а для работы потребуется командой из 3-4 человек. Все части рамы, которые соприкасаются с птицей, выполнены из нержавеющей стали и покрыты горячей оцинковкой. Длина Apollo Gen 2 составляет 10,9 метра, ширина 2,5 метра, а высота 1,85 метра. Техника оснащена дизельным двигателем на 2600 квадратных сантиметров. Система плавного старта и остановки ленты позволяет птицам сохранять баланс, а конструкция в целом оптимизирована для быстрой и простой еженедельной чистки. Дисковая пила Symex RVE-100 А это сменная деталь на экскаватор, которая специально предназначена для резки и рытья узких траншей, а также прокладки оптоволокна на твердых и плотных поверхностях, таких как асфальт, цемент или камень. С помощью двух радиально-поршневых гидромоторов большого рабочего объема с прямым приводом, пила гарантирует высокий крутящий момент. Разработана эта техника в Италии и имеет несколько моделей, в зависимости от характеристик. Данная модель RVE-100 способна рыть траншеи глубиной до 1 метра, а рекомендуемый вес экскаватора от 28 до 75 тонн. После установки такого оборудования работать можно даже под водой, проводя как горизонтальную, так и вертикальную резку. Глубина траншеи регулируется как механически, так и гидравлически, а их очистка происходит благодаря специальной конструкции выпускных отверстий, которая позволяет эффективно очищать их на заданной глубине. Кормосмесители Титан SF1100 и 1300 EVO2 Немецкая компания HIRL представила общественности новые самоходные кормосмесители Титан 1100 и 1300 EVO2 вместительностью 11 и 13 кубометров соответственно. Благодаря метательным характеристикам ротора и использованию метательных пластин, поток корма при наборе в бункер группируется таким образом, что потери на выброс практически отсутствуют. В бункере же имеются три горизонтально расположенных шнека, вращающихся в противоположных направлениях для качественного перемешивания корма, а подается он через боковой выход спереди справа. Продольно установленный шестицилиндровый двигатель мощностью на 170 лошадиных сил вместе с управлением автомобильным приводом обеспечивает стандартную конечную скорость в 40 км в час. Однако самое поразительное в этой технике – это безусловно подъемная и вращающаяся кабина. Она обеспечивает оптимальный обзор при движении задним ходом и во время набора корма. А благодаря удобному джойстику, ее также можно поднимать и поворачивать во время движения, что обеспечивает быструю и плавную работу. КамАЦУ ПК290Л А эта машина является лесным экскаватором, специально созданным для решения самых сложных задач в лесозаготовительной, дорожной и расчистной промышленности. Благодаря надежному двигателю, мощностью в 196 лошадиных сил, а также специальным компонентом, таким как усиленная конструкция стрелы и рукояти. Эта модель демонстрирует исключительную мощность и производительность, что позволяет с легкостью справляться с тяжелыми задачами. Также экскаватор оснащен новейшей технологией Comtrax 5.1, которая позволяет проводить профилактическое обслуживание и предоставляет метрику машины в режиме реального времени, что повышает общую производительность. Однако главным преимуществом этой техники является ее универсальность за счет возможности установки различных насадок, что позволяет адаптировать экскаватор к различным видам работ, будь то валка деревьев, погрузка бревен на грузовики, либо расчистка дорог. Машина оснащена просторной кабиной с низким уровнем шума и вибрации, жидкокристаллическим монитором с высоким расширением и эргономичными органами управления. Эти функции обеспечивают комфортную работу и помогают оператору сосредоточиться, что косвенно влияет на общую производительность техники. Шарнирно-сочлененный высокопроизводительный комбайн Трибин Т-1000. Американская компания Трибин презентовала для аграриев новую модель зерноуборочного комбайна Т-1000, который аналогично шарнирно-сочлененному трактору с четырьмя ведущими колесами. Может осуществлять повороты на 30 градусов в любую из сторон, то есть задняя ось может вращаться вокруг своей оси и поворачивать колеса в любую сторону, что позволяет оператору сдвигать заднюю часть комбайна с бункером в процессе перегрузки на метр-полтора ближе к зерновозу. Техника оснащена сдвоенным 9-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 650 л.с. и двойным зерновым бункером общим объемом до 35 кубических метров. Помимо этого, в машине применены системы обмолота и очистки с регулируемыми на ходу под барабаньями и лопатками ротора, в результате чего площадь очистки в два раза больше, чем у любого другого комбайна такого типа. Также техника имеет три дополнительных гидравлических насоса, которые приводят в действие полный привод, цилиндры рулевого управления и массивный разгрузочный шнек. Террамаг РТ6 Известный американский производитель вездеходной спецтехники компания Террамаг представила свою последнюю модель гусеничного самосвала РТ6, которая стала самой компактной машиной в линейке производителя. Новый самосвал сконструирован таким образом, чтобы быть очень маневренным и подвижным, при этом сохраняя необходимую мощность для выполнения поставленных задач. Обладая компактными размерами 4 на 2,5 метра, этот муравей наделен грузоподъемностью в 5,5 тонн и максимальной скоростью передвижения в 11 км в час. А его двигатель на 155 лошадиных сил позволяет самосвалу легко справляться с широким диапазоном различных работ. В дополнение к мощности и эффективности, РТ6 оснащен резиновыми гусеницами особой конструкции, которые демонстрируют невероятно малое давление на грунт, что делает эту технику идеальной для эксплуатации на песчаных и влажных грунтах, то есть в таких условиях, где могут застрять тяжелые колесные машины. Комбайн Фрумака для сбора фруктов Немецкая компания Фрумака разработала роботизированную систему сбора плодовых культур. Данная модель ОЕ-4-5 работает с роботизированной рукой, которая захватывает стволы деревьев и встряхивает их, заставляя плоды падать на конвейерную ленту. Если использовать именно эту новейшую разработку компании по сбору, то затраты на уборку снизятся примерно на 56%. Техника применяет непрерывный метод заготовки, то есть деревья трусят очень быстро и без перерывов, а для полного управления нужен всего один человек, который может выполнять и контролировать все функции машины из удобной кабины. Скорость работы до семи деревьев в минуту, что позволяет оперативно собирать урожай и минимизировать количество продукции, которая испортилась из-за слишком поздней сборки. Комбайн имеет шасси с высоким и контролируемым уровнем боковой подвески, вследствие чего способен адаптироваться к самым сложным и скользким от влаги участком с уклоном до 35 градусов. Цепная пила Фонтини 70РА А это установка для работы с горными породами на гусеничном ходу от итальянской компании Фонтини, которая является самой популярной моделью в линейке, а также самой продаваемой машиной такого типа в мире. Эта установка, которая впервые была выпущена в 1979 году, можно найти во всех важнейших центрах по добыче природного камня и стала синонимом качества и надежности. Машина обладает режущей способностью до 5,1 метра и подходит даже для работы с мрамором и другими очень твердыми камнями. Оборудование управляется гидравлической системой с главным насосом переменной производительности, приводимым в действие электродвигателем мощностью в 50 кВт и может выполнять горизонтальную и вертикальную резку без необходимости водяного охлаждения. Длина лезвия составляет 3 метра, а скорость резки колеблется от 1 до 13 сантиметров в минуту. Машина для производства кирпича BMM 400-404 А это первая в своем роде полностью автоматическая машина для производства кирпича из красной глины от индийской компании S&PK Machines, которая обеспечивает огромные производственные мощности. Она может производить до 24 тысяч кирпичей в час при снижении затрат и природных ресурсов на 45%. Например, таких как вода, ведь для производства продукции этой техникой требуется лишь одна треть воды по сравнению с ручным производством. Также машине требуется расход топлива, от 16 до 18 литров в час, а сырьем, необходимым для ее работы, может быть грязь и глина, или же смесь глины и золы. Такая чудо-техника широко используется по всему миру как кирпичными заводами, так и производителями кирпичных печей и кирпича из глины. Ведь являясь полностью автоматической и простой в использовании, она дает свободу производить такого вида продукцию в любом месте, в любом количестве и в любое время. Автономный робот Сития Тректор Французская компания Сития запустила в производство и вывела на рынок новый гибридный автономный робот Тректор, предназначенный для сельского хозяйства. Он представляет собой легко адаптируемый робот, который может изменять свою колею, высоту и колесную базу, чтобы управлять посевами различных сельскохозяйственных культур и иных насаждений с широкими или узкими рядами. Машина способна выполнять множество повторяющихся задач, таких как обработка почвы, опрыскивание, рыхление и многое другое. Также эта машина оснащена дизельным двигателем и аккумулятором, который позволяет эффективно адаптироваться к различным типам сельскохозяйственных культур. Точность робота составляет сантиметры, при этом датчики и бамперы служат дополнительными мерами безопасности. Тректор укомплектован стандартной трехточечной навеской второй категории, а точки крепления расположены сзади и между колесами. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!